Ты знаешь, готова поделиться, рассказать немного личного. Я была когда-то, был мой театр, расстановки театр, и был мой брат младший, ну как бы, да, как вот, как фигурой. И мне как бы не хватало любви, как я считала и так далее. А брат младший, и он как бы там вот в театре садится, а маме на руки такой, в такую фразу говорит, так, мне всё хорошо, я чувствую себя комфортно. Ну если вдруг мама мне мало внимания, я к сестре побежал, сестра меня пожалела, погладила, обняла, мне хватает любви. Что тут в любви? Всё хватает, всё нормально, всё, ласки достаточно. И я посмотрела, ведь действительно, вот мы в одной семье, он как младший, если вдруг мамы нет, он ко мне побежал, полоскался, я как старшая сестра, да. А мне в этом отношении было, ну как к старшему, да, наверное, как вот старший, не то, потому что он брат младший, не полоскаешься, не обнялся. Хотя, казалось бы, можно и маленького обнять, обнять и то же самое испытать. И для меня это было такое открытие, для меня это было как вообще осознание, вот такое очень яркое воспоминание на всю жизнь. Открытие, что называется. Мы с тобой за кадром говорили о том, что в семье дети любимые, которые залюбленные, да, они вырастают порой, ну, грубо говоря, спиваются, если там обобщать, ну, или там, не знаю, игроманы. А дети, которые нелюбимые, они наоборот становятся очень успешными, карьеру делают и так далее, там подобное. Но при этом все время не хватает вот любви, ощущения любви. Вот как важно баланс брать и давать, как важно научиться в твоем случае брать внимание, ласку, любовь, брать, разрешить себе, да, что я могу взять вот это внимание людей, восхищение людей, да, любовь от близких. Как вот в той расстановке, в которой ты участвовала, но это психологический театр, это все-таки не расстановка. Вот, и в то же время давать, потому как если вот этот баланс брать и давать нарушен, вот такие перекосы и возникают. Либо я никчемный эгоист, который, ну, как эгоист, понимаешь, человек берет, 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 а оно как черное дыро. Для меня было такое озарение, что мы совершенно в одной и той же атмосфере. Ситуации, да. Вот мы с ним вдвоем, брат и сестра, одинаковый родитель, но совершенно по-разному чувствуем. Хотя отношение к маме к нам было 100% одинаковым, но просто я вот чувствую вот так ранимо, как, может, девочка, а он такой более активный. Ты старшая, все равно ты говоришь, одинаковая отношение, все равно, да, ответственность, как старшенькин, ты же старшая. А вот мы в одной и той же среде, и чувствую совершенно, он такой говорит, что ей не хватает, да все прекрасно, нет мамы, я к сестре побежал, пообнимался. То есть вот так, что баланс, уметь не только давать, да, ведь ты давала ласку брату, но и брать. То есть, а почему нет? Нет мамы, я к сестре, нет мамы, я к брату. И вот, знаешь, любви все-таки много не бывает, это правда. Если она мудрая и истинная, а не вот эта вот залюбленность и потакание, только не скандаль, только не капризничай, все, что хочешь. Ты же мой любименький, это не любовь. Это, прости меня, неумение принимать на себя ответственность. То есть, это страх перед эмоциями ребенка. Согласись. А вдруг он заплачет? Да, заплачет. Иногда это надо.